Всем привет! Я Мавзуна. Добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом вкусных торнадо-догов. Итак, поехали! Для торнадо-догов нам нужны сосиски, шампуры и дрожжевое тесто. Дрожжевое тесто я сейчас с вами приготовлю, а пока уберу шампуры и сосиски в сторонку. Для начала нам нужно приготовить опару. Нам потребуется 1 чайная ложка дрожжей, 1 чайная ложка сахара для того, чтобы наши дрожжи активизировались, 1 чайная ложка муки и совсем немного теплой водички. Давайте начнем. Добавляем сюда все, что здесь есть, то есть 1 чайная ложка, муки, смешиваем сухие смеси и заливаем теплой водой. Смешиваем это. Так, мне кажется, я добавлю еще немного теплой воды. Прошли 10 минут и наша опара подошла. Приступаем к замешиванию дрожжевого теста. В миску добавляем стакан муки, 1 чайную ложку сахара, ой, соли. Туда же добавляем 2 столовых ложки оливкового масла. Наливаем. Раз. И совершенно немножко еще надо добавить. Два. Сразу закрою свое масло, чтобы оно не пролилось. И теперь туда добавляем саму опару. Замешиваем это все лопаткой. Так. Все. А теперь я добавлю туда теплой воды. Так. А теперь смешиваю. Теперь я это буду замешивать своими руками. Сейчас я замешиваю тесто и вспоминаю, как в детстве мы с моими подругами играли в слаймы. У меня сейчас почему-то вот такое ощущение. Надо собрать по стенкам все тесто, которое там осталось. Теперь буду замешивать тесто на столе. Надо 10 минут замешивать тесто на столе, чтобы оно стало мягким и эластичным. Образовываем вот такой вот колобочек из теста. Надо еще немного припудрить стол. Продолжаем делать из теста колобочек. У меня получилось мягкое и эластичное тесто. И сейчас я сделаю из него красивый колобочек. Вот такой колобочек у нас получился. А теперь я его уберу на 30 или 35 минут. Накрою полотенцем и уберу, чтобы он поднялся, чтобы тесто поднялось. Подготовим сосиски. У меня их 22 штуки. Половину я хочу испечь в духовке, а половину пожарить в масле. Для начала давайте освободим сосиски из кожурки. Добро п mach settlers. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Сосиски я уже очистила, а теперь я нанизываю их на бамбуковые палочки. А теперь их надо разрезать спиралькой, но не до конца, чтобы ваша сосиска просто так не порезалась. Иначе в масле она вся развалится и будет невкусно. Но вкус от этого не изменится, просто будет выглядеть неэстетично. И расправляем сосиску. Сюда мы будем класть тесто. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот таким образом я нарезала сосисочки. Смотрите, какие они красивые получились. И вправду похожи на спиральку. Ну-ка, что там у нас с тестом? Смотрите, как оно поднялось. Смотрите, как оно поднялось. Оно очень мягкое. Сейчас я его раскатаю, нарежу на полоски и вот сюда я положу тесто. Уберем-ка сосисочки в сторону пока. Вытащим с самого теста. Сначала немного добавим муки вот сюда. Раскатаем тесто. Раскатаем тесто. А теперь я его порежу на полосочки. Ой. Полосочки прямые. Мне нужно будет ровно 22 полоски. Сейчас надо посчитать, сколько у меня полосок, чтобы я не нарезала лишних. У меня только 11 полосок. Этими полосками надо обмотать пустые места сосиски. А лишнее отрезаем. Класс. Йоное-âu. Ам надо понимать? Хитрилл. ái rejected с ростом. Итак, на наш противень я постелила пергаментную бумагу и расположила наши торнадо-доги вот таким вот образом. Сейчас они отправляются в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Открываем духовку, берем противень и ложим туда наш противень. Пока одна часть торнадо-догов выпекается в духовке, остальные торнадо-доги я обжарю во фритюре. Смотрите, как красиво. О, уже румянец появляется. Первый торнадо-дог готов. А второй дожаривается. Таким же образом обжарим остальные торнадо-доги до румяной корочки. Делаем масло пикпасише. Делаем масло. Торнадо-доги. Смотрите, эти торнадо-доги очень-очень популярные. Похоже на самые настоящие шашлыки. Масло их. Будьте аккуратнее с маслом. Кто-то любит очень румяные сосиски, а кто-то слегка. Жарьте на свое усмотрение. Подержим еще немного, чтобы самые концы теста тоже зарумянились. Еще немного. Недостаточно золотисто. Я люблю очень-очень румяные сосиски. Все. Смотрите, какая красота. Как разбухло тесто. Думаю, это должно быть очень вкусным. Еще два торнадо дога. Чуть корн доги не сказала. О, боже, это было очень страшно. Я испугалась. Правда, масло мне на руки все же не попало. Но я очень испугалась. Говорю еще раз. Будьте аккуратны. Так, давайте перевернем. Подержим еще немножко. О, они становятся очень аппетитными. Так румянятся. Так и хочется сразу съесть. Ну, надо подождать, чтобы они остыли. Иначе обожгу свой рот. Все. Посмотрите. Это очень-очень-очень красиво. И сочно, и аппетитно выглядит. Остались последние торнадо доги. Оп. Масло. Ну, давайте за одну третью душ положим. Сейчас, кто сейчас вон alsoк. Понять. Baba. Это очень опасно. Давай и сосиска. Ммм, зарумянивается. Надеюсь, всем понравятся мои торнадо-доги. Ну все, думаю, дальше можно руками. Так, расправить перчатки. Бой! 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 Сморяется последий торнадо-доги. Скорее бы это попробовать, уже не терпится прям. Смотрите Последний торнадо-доги готовый И вот целая тарелочка Все, смотрите Сосиски получились Очень-очень красными Покрылись румянцем И тесто тоже Это будет очень вкусно, думаю Наши торнадо-доги готовы Эта сторона Торнадо-доги из духовки А эта сторона Та, что обжарена во фритюре Сейчас я попробую оба вида И скажу, какой вкуснее Я думаю, я хочу начать С торнадо-догом С фритюра Торнадо-доги из фритюра Получились очень вкусными Они очень прожаристые и хрустящие Очередь торнадо-догов Из духовки Вот, вот такой торнадо-дог Окунаю его в кетчуп И жую Эти торнадо-доги тоже неплохие Но мне больше понравились Те, что во фритюре Друзья, если вам понравился мой рецепт То готовьте его Но готовьте его при присутствии взрослых Я готовила эти торнадо-доги В присутствии оператора Всем спасибо за просмотр Пока!